Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско, и вы смотрите кулинарную пропаганду. Спонсор сегодняшнего выпуска – сайт Много Тревел. Теперь туры от ведущих туроператоров можно купить со скидкой до 10%. Российские курорты, Турция, Таиланд и многое другое. Около 2 миллионов предложений по самым низким ценам. Зачертнутые цены – это действительно цены сайтов туроператоров, а не накрутка. Специально для линзяев. Не надо выходить из дома. Подбор тура, оплата, получение документов – всё онлайн. Всё для вас. Ссылка под описанием ролика. Представляете, в такую жару я мудрился подхватить жесточайшую ангину. Три дня лежал пластом, опаивался жаропонижающим, ни черта не помогало. Вывезла меня жена в больницу, доктор посмотрела мне горлышко и свалилась в обморок. Когда её откачали, прописала мне лошадиные дозы антибиотиков. Взялся их пить, но сегодня более-менее поднялся на ноги. Хотя, конечно, поднялся на ноги сложно сказать, потому что они мне всё ещё подгибаются, и руки ходуном ходят. Но я уже тут у плиты для того, чтобы снять очередное видео. Не могу же я вас оставить в пятницу и без видео. Правда? Но думаю, сил на что-то длительное не хватит. И вспомнил. Примерно год назад, аккурат, вот в это время, я опубликовал в Инстаграме одну фотографию. Вот эту. Мы обедали в одном очень приятном ресторанчике, здесь неподалёку. Но и настолько это всё было вкусно и красиво, что я не удержался. А тут всё одно к одному. Готовится быстро. А мне захотелось морских гадов. Поэтому покажу я вам сегодня одно простецкое, классическое испанское блюдо. Креветки в соусе пельпель. Правда, креветок мне не досталось, но достались лангустины. Вот такие. По сути, та же креветка, только панцирь твёрдый, как у краба. Для этого рецепта можно брать и тех, и других. Главное, не покупайте отваренных, жёсткие получатся. Традиционно готовится всё в глиняной посудине. Примерно такого вида. Но если у вас под рукой ничего подобного нет, не переживайте. Подойдёт обычная сковородка. Для начала включу разогреваться духовку. Градусов до 220. Вот так. Духовку я грею потому, что плита у меня электрическая. Была бы газовая, я бы эту глиняную плошку мог и на газу разогревать. Пока печь греется, надо нарезать чеснока. Только мельчить особенно не стоит. Может сгореть. Нарезаю пластинками примерно в 2-3 мм толщиной. Вот этого будет достаточно. Отправлю чеснок в плошку. И сразу же залью оливковым маслом. Очень важно использовать вкусное, ароматное именно оливковое масло. И обязательно холодного отжима. Экстра-верджин. Именно масло и создаёт здесь самую важную ароматическую вкусовую основу. Плюхните вместо экстра-верджин рафинированного оливкового масла. И никакого аромата вы в этом соусе не получите. Одна жирнота. Не жлобьтесь. Вы же не каждый день и даже не каждый месяц такое готовите. Пока масло набирается ароматов, займусь перцем. Это у меня очень острый красный перец. Здесь он продаётся под наименованием Каенского. Кое-кто из подписчиков меня убеждал, что это вовсе не Каенский перец. Однако, здесь в Испании под наименованием Каенского продаётся именно такой. Для соуса пиль-пиль нужен обязательно красный и обязательно острый. Количество придяете на свой вкус. Кстати, совершенно не обязательно сушёный. Можно использовать и свежий. Отправлю его тоже в масло. А теперь надо всё хорошенько разогреть. Была бы плита газовая, поставил бы на огонь. А так... Убираю всё в духовку. Надо догреть масло до 100 градусов. Тут очень важный момент. Будете готовить на плите, следите за чесноком. Зашипел, значит чесночный сок закипел. Температура достигнута. Почище пока лангустинов. Но чеснока-то в масле немного. И если шипит слишком сильно, значит температура масла на уровне 100 градусов держится только вплотную к чесноку. А чуть дальше от него, буквально в сантиметре-вдвух, она, скорее всего, уже ощутимо выше. А если масло перегреть, оно начнёт гореть. В рифму получилось. Это не только вредно, но и катастрофически испортит его вкус. Поэтому следите за нагревом. Начал чеснок шипеть, убавляйте огонь. Чесноку и перцу достаточно 2-3 минут горячей масли. Но в гостиной у меня сравнительно крупные. Поэтому надо поискать у них кишечник. И удалить всё лишнее. А с мелкими можно не заморачиваться. Вряд ли у вас на кухне есть микроскоп. Ну вот, лангустинов подготовил. А панцирь и головы можно, кстати, пустить на соус биск. Но о нём в следующий раз. Пока масло греется, проделаю вот такую операцию. Очищенных лангустинов обильно посыпаю солью. Этот приём я подсмотрел на мастер-классе одного испанского повара. Я там с камер вокруг него расхаживал. Лангустинам, ну то есть креветкам, достаточно полежать под солью 10, максимум 15 минут. Это для таких вот крупных. А если они мельче значительно, то и 5 минут хватит. За это время они, во-первых, подсолятся. А во-вторых, соль немного вытянет из них излишнюю, в данном рецепте, излишнюю влагу. Ну а мы подождём за это время. И масло с чесноком, кстати, дойдут до кондиции. Ну вот, масло, а по сути уже соус, ароматизировался и пахнет совершенно одуряюще. И ещё раз подчёркиваю важнейший момент. Масло не должно быть перегретым. 100 градусов – это предел. Только в этом случае вы не получите никакого вреда от него. Она только сплошная польза, к тому же подчёркнутая яркими ароматами чеснока и перца. С креветок, да что ж у меня сегодня креветки-то всё лезут, с лангустинов, надо удалить соль. Для этого ополосну их в прохладной воде, промокну бумажным полотенцем и можно отправлять в соус. Только не обожгитесь. Вот так. Красота. А теперь отправлю всё обратно в духовку. Сколько по времени займёт окончательный этап, я вам не скажу. Зависит и от вашей духовки, и от количества креветок и лангустинов, в конце концов. А то, может, вы вообще на плите будете готовить. Главный параметр – цвет ваших морских гадов. Как только покраснели, ждёте ещё минуту-две, в зависимости от их размера, и снимаете с огня. Ждём. Та-дам! Та-дам! Готово! Немного петрушки для красоты. В Испании называют перехиль. И можно есть. Ай, запах! Оливковое масло. Чеснок. Мировой закусон. Ещё под пиво, но с антибиотиками алкоголь нельзя. Описывать вкус бессмысленно. Это просто классные креветки в очень чесночном, очень остром масле. Здорово! Да, опять у меня креветки. Не креветки, а лангустины. Да, одна ерунда. А соус надо обязательно вымакивать кусочком хлеба. Блин, это здорово. Ммм. Очень просто и очень здорово. Попробуйте. Действительно классно. Единственная сложность, я бы даже сказал проблема, это дорогое, действительно вкусное оливковое масло холодного отжима, экстра-верджин. Но если не поскупитесь, если найдёте такое, это the best. Ну, на сегодня это всё. Если понравилось, не забудьте поделиться этим видео с друзьями. YouTube даже специальную кнопочку такую предусмотрел. Поделиться. Если, конечно, вам понравилось. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!